Что происходит, когда мы на кухне случайно разбиваем посуду? Практически каждый из нас вслух или про себя произносит фразу на счастье. Причем не важно, суеверный человек или нет, так сказать, на всякий случай. Но главное счастье в этот момент, чтобы дома не оказалось мамы, жены или бабушки. Иначе строгий выговор с всевозможными санкциями вам обеспечен. А вот какое главное суеверие у киношников, я вам сегодня расскажу. Всем привет, с вами Павел Ковач и вы на канале Киношники. Как ни странно, суеверие киношников тоже связано с посудой, а именно с тарелкой. По старой киношной традиции, к первому съемочному дню кто-то из группы, а в основном это художник-постановщик, или его ассистент, подготавливают тарелку. На ней пишут имена всех членов съемочной группы, кто работает над созданием картины, где впоследствии каждый желающий сотрудник может оставить свою подпись. Также пишут название проекта и рисуют логотип. В первый съемочный день, обычно после съемок первой сцены, вся группа собирается в одном определенном месте, где режиссер выступает с речью для группы, со словами напутствия, и в конце разбивает тарелку о штатив камеры, или другой предмет. На удачу проекта. Группа собирает на память осколки. Иногда можно найти осколок со своим автографом, что вдвойне приятно. Традиция эта очень давняя, и уже, наверное, никто не скажет, с какой картиной это началось. Но по легенде, основной задумкой этой традиции было в конце проекта склеить все осколки, и если тарелка собиралась, это означало, что команда пришла к финишу в полном объеме, и проект, безусловно, будет успешным. Но никто из ныне работающих киношников не помнит о подобной практике, и поэтому осколки с разных проектов хранят дома, на память. Не скажу, что все киношники суеверные, скорее это дань традиции, которая, кстати, существует только в основном в российском кино. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, и я раскрою вам больше секретов о себе и своих коллегах, в целом о кино, о чем не пишут в титрах и не рассказывают на телевидении. До новых встреч, пока!